Блаженный Ау Зосима Палестинский. Краткое сведение о преподобном Зосиме Палестинском. Древний латинский переводчик собеседований преподобного Зосимы такое предисловие предпосылает им. Высоко ставлю и ценю собеседований си, по причине ясно излагаемого в них истинного свойства аскетических подвигов, по причине обильного помазания духовного, коя непропитанной и сладчайшего благоухания святыни ими издаваемого. Ничего так охотно я не списывал, ничего не переводил я с таким услаждением сердечным, что и заставило меня исследовать, кто такой был авторых и в какое время процветал, так как то и другое не было определенно известно. Собеседований всех не слишком много сохранилось. Их, как видно, записывал некий усердный слушатель, как принимал из уст преклонного летами старца во время многолетнего своего пребывания в иночестве, прошедшего все степени христианского совершенства и востекшего на самый верх святыни, недоступной смертному человечеству, при помощи божественной благодати. Автор собеседований именуется блаженным Авой Зосимы. О записывателе намекается только, что он был один из всегдашних его слушателей и, вероятно, брат той обители, в коей жил Ава Зосима при Иордане. Но кто же сей блаженный Ава Зосима? После долгого и старательного осем изыскания, вот на чем, наконец, остановилось мое мнение, что автор наших собеседований есть тот самый славный Зосима, который свыше избран был для услышания об образе жизни святой покаянницы Марии Египетской, из уст ее самой, и для напутствования и погребения сей преподобной матери. Подтверждает он мнение свое тем, что некоторые обстоятельства жизни Авы Зосимы, изрекающего настоящее наставление, сходны с обстоятельствами жизни Авы Зосимы, видевшего святую Марию Египетскую и рассказавшего о ней. Первое. В сказании о жизни святой Марии Египетской говорится, что Ава Зосима, с юных лет поступив в некий монастырь, прожил в нем 53 года, потом, по особому внушению свыше, перешел в один из монастырей при Иорданских и, оттуда же исходя, видел святую Марию. И в настоящих собеседованиях поминается, что изрекавший их Ава Зосима прежде жил в некой монастыре в Тире, потом, собеседование сие дает видеть его в Неаполе, в Самарее, проходом, и, наконец, в обители святого Герасима. Последнее указание очевидно истолковывает первое. Второе. В сказании святой Марии об Аве Зосиме говорится, что он был богат опытностью духовную, и что потому к нему обращались за советом многие не только из своего монастыря, но и из других, ближних и дальних. Видно, что он не любил писать, а только говорил. И о святой Марии сказание не написал он, а передал устно, как оно осталось среди братьев, пока святый Сафроний не предал его бумаги. Что таков же было изрекатель настоящих наставлений, и доказывает самый образ изложения их? Его спрашивали, и он говорил. Двадцать девятое собеседование его ведется в обители святого Герасима. Можно допустить, что и другие все услышаны тут же и записаны каким-либо из ближайших его учеников. Третье. Ава Зосима, изрекатель наставлений, любящий переводить отеческие изречения, приводит все древнейших старцев, и при том так, что память о них тогда была еще свежа. Это указывает на конец IV и начало V века. Находит, что Мария Египетская почила около 430 года. Ава Зосима перешел в обитель Приороданскую, можно положить лет семидесяти. В обители сей ему пришлось прожить лет тридцать, ибо он почил ста лет. Для того, кто жил в первой половине V века, изречения старцев века IV могли быть свежими. Такие сведения, с коими следует согласиться, определяя автора собеседования, определяют и время их происхождения, и то, как они произошли. Ава говорил, любящий духовное назидание ученик записывал. Так все собеседования и начинаются. Говорил или сказал, или рассказывал Ава Зосима. Можно не сомневаться, что собеседований как много было держано, так много было и записано. Настоящее собеседование представляется отрывком, который виден был и читан Иоанном Мосхом, составителем Луга Духовного. Память преподобного Зосимы 4 апреля. В патрологии собеседования сии помещены в 78 томе. Есть они и в рукописном потереке из обители святого Савы Палестинского, и помещены в конце первой главы в виде прибавления. В рукописи собеседования идут без всякого разделения. В печати их означено 14, так что в некоторых из сих отделений содержится не одна беседа. При переводе сочтено более целесообразным каждое наставление и каждое сказание означать особым пунктом. Это тем более нужно было сделать, что в печати не все беседы помещены, и некоторые из помещенных не вполне помещены. Вышло таким образом 31 отделение. Блаженного Ау Зосимы Собеседование Положив крестное знамение на уста, Блаженный Зосима начал говорить так. Бог Слова, воплотившись в великую, даровал благодать уверовавшим и верующим в Него. Можно и в наше время уверовать и начать это отныне, если желаем, ибо если произволение нашего желает и благодать повоздействует, то всякому желающему можно ни во что вменить весь мир. Потом он взял, что попалось под руку, кажется, соломинку или щепчику или другое, что ничтожное, и прибавил, кто из-за этого станет брониться или спорить, злопамятствовать или убиваться скорбью, кроме разве того, кто поистине потерял ум. Человек ли Божий, преуспевающий и впреднюю простирающийся в жизни по Богу, не будет всего мира иметь наравне с этой соломинкой, хотя бы действительно он обладал всем? Ибо, как я всегда говорю, не иметь вредно, а иметь с пристрастием. Кто не знает, что из всего, что имеем, ничего нет дороже для нас тела. Итак, если когда время потребует, мы имеем повеление пренебречь даже телом, не тем липаче, тем, что есть у нас кроме его. Впрочем, не следует просто и как ни попало разбрасывать свои вещи, как не следует и самого себя без разбора бросать на смерть, ибо так действует свойственно только потерявшему ум, но надо бы наожидать, когда потребует того время, чтобы тогда быть готовыми на такое дело. Присем припоминал он о брате, имевшем овощи, и говорил, не сеял ли он, не трудился ли, не возвращал ли, не удобрял, но не вырывал их без разбора и не бросал, а только имел их так, как бы не имел. Почему, когда пришел к нему один старец с намерением испытать его и начал истреблять их, он даже не показался ему, а спрятался? И когда уже остался один корень, сказал ему, «Если желаешь, отче, оставь это и сделай им из того угощение». Из всего старец святый узнал, что он есть истинный раб Божий, а не раб овощей, и говорит ему, «Дух Божий почил в тебе, братья». Если бы он имел овощи с пристрастием, то тотчас и обнаружил бы сие скорбью и смущением, но он показал, что имел их так, как бы не имел. И заключил Ава Зосима, Бесы замечают такие случаи. И если видят, что кто-нибудь бесстрастно относится к вещам, не тревожа с потерей их, то уразумевают из всего, что он ходит по земле, но не имеет в себе мудрования земного. В устремлениях произволений вся сила. Горячее произволение в один час может принести Богу более благоугодного ему, нежели труды долгого времени без него. Произволение вялое и ленивое бездейственно. Бесы боятся, если увидят, что кто-нибудь, будучи подвергаем оскорблению, бесчестью, ущербом и всяким другим неприятностям, скорбит не о том, что подвергся сему, но о том, что подвергшись, не перенес того мужественно. Ибо уразумевает из всего, что он вступил на истинный путь, имеет твердое желание ходить в совершенстве по заповедям Божьим. При всем Ава Зосима вспомнила о святом Пахомии, как поступил он, когда старший брат его укорил его, говоря, «Перестань, увлекаясь тщеславием, расширять монастырь». Святый Пахомий делал это по данному свыше повелению, почему, когда услышал это, то, как за доброе дело стоя, почувствовал движение негодования. Однако же ничего не сказал брату против в то время, когда же настала ночь, неприятное движение сердца улеглось, он, вошедший в малую молитвенницу свою, начал плакать и молиться, говоря, «О Боже, во мне все еще мудрование плотское, все еще живу я по плоти, увы мне, кто таковы умреть и имать по Писанию». После таких подвигов, после такого уготования сердца опять гневом увлекаюсь, хотя и за добро, «Помилуй меня, Господи, да не погибну до конца, ибо если ты не утвердишь меня совершенно в добре, и враг найдет во мне свою часть, хоть и самую малую, я буду пленником его, и иже бы весь закон соблюдеться, грешить живоедином, быть всем повинен. Но веруя, что если ты по великим щедротам своим поможешь мне, то я научусь, наконец, шествовать путем святых твоих, всегда в преднее простираясь, и посрамлю как следует самого врага. Иначе как же, Господи, буду я учить тех, кого призовешь ты вместе со мной проводить жизнь мою, если сам прежде не побежду себя и врага? В такой молитве пробыл он всю ночь, такие с плачем говорил слова, пока настал день, и от пота его под ногами его образовалась блата, потому что время было жатвенное, и место то очень знойно. «Удивляюсь всему», — сказал блаженный Зосима, его слезы не знали меры. Как же Бог не дарует такому горячему произволению всяких благ у него и спрашиваемых, когда оно для всего мертво, кроме сего? Говорил еще Ава Зосима, «Когда кто приведший на мысль оскорбившего его, или вред ему причинившего, или поносившего и оклеветавшего, оставшего, или другое, какое зло ему сделавшего, сплетает замыслы против него, то он сам на себя наветует подобным бесам. И тогда для навета на него достаточно его самого. И что я говорю, когда сплетает замыслы, если не воспоминает о нем, как о благодетели и враче, то крайне неправо к нему относится. Ибо он вызывает наружу ту страсть, какую ты болишь, чтобы врачевать ее, и ты должен потому воспоминать о нем, как о враче, посланном тебе от Христа. Ради Христа должно тебе перенесть все в благодарность ему за такое благодеяние. И если же ты не воспользуешься с ним, как должно, и не отстанешь от злой страсти своей, не Господь Бог виновен в этом. То самое, что ты страдаешь, есть признак, что душа твоя больна, и если бы ты не был болен, то и не страдал бы. Посему должен благодарен ты быть брату за то, что через него узнал ты ход болезни своей, и что ты от него потерпел с любовью принять, как целительное врачество, посланное от самого Господа Иисуса. Если же ты не только не благодаришь, но и оскорбляешься, восстаешь против, жалуешься и сплетаешь замыслы против него, то ты через то говоришь, как бы Господу Иисусу, не хочу быть уврачевым тобою, не хочу принимать врачества твои, хочу изгнить в ранах моих, хочу быть послушен бесом, не знаю Господа, и кто он есть, чтобы мне послушаться глаза его, и что, наконец, сделает Господь. Господь, будучи благ к нашим худостям, дал нам заповеди к уврачеванию их, как прижигание, и слабительное, чистительное. Почему кто хочет и ищет уврачеваться, тому необходимо претерпевать, что налагает на него врач, с молчанием, хотя и болезненным. Ведь и больной телом, не сладким почитает терпеть, течение прижигания или принимать чистительное, но убежден, будучи, что без этого невозможно избавиться от болезни, отдает себя в руки врача с уверенностью, что через эту малую, прилежащую ему боль, избавится от сильного внутреннего расстройства и долговременной болезни. Прижигатель же Иисус Христов есть тот, кто причиняет обиды и вред. Сказал он сверх того, уничтожь искушения и помыслы, и не будет ни одного святого. Бегущий от искушения спасительного бежит от вечной жизни. Некто из святых и говорит, кто доставил святым мученикам венционы, если не мучители их, кто даровал святому Стефану такую окружающую его славу, если не те, кои побили его камнями, прилагая к всему изречения и другого святого, который говорил, я не виню поносящих меня, а напротив называю их и почитаю своими благодетелями и не отреваю врача душ, подающего тщеславной душе моей врачество бесчестия, боясь, как бы он некогда не сказал и моей душе, врачевахом Вавилона и не исцеле, и опять, «Коль крат и восхотех собрать и чадо твое, як уж и кох уж гнездо свое под крыле, и не восхотесте, все оставляется вам дом ваш пуст». Говорил еще, Евагрий боялся, чтобы Господь, укоряя его, не сказал ему, «Ты болел тщеславием, и я навел на тебя врачество бесчестия, чтобы ты через то очистился, но ты не уврачевался». Да ведаем же, что никто не говорит о нас прямой истины, кроме того, кто укоряет нас. Господь, испытующий сердца и утробы, ведает, что хотя бы все люди хвалили и ублажали нас, наше все, тем не менее, достойно укора и студа плеваний. Если скажут, «Ты то и то сделал», я отвечу, «Ну, что же с всего моего хорошо?» Никто не говорит мне о лжи, кроме хвалящих и ублажающих меня, и никто не говорит мне истины, кроме укоряющих и уничижающих меня, и они не все еще обо мне истину говорят. Если бы пришлось им узнать, не говорю все море моих злых дел, но часть некую, то они отвратились бы от смрада и зловония души моей. Если бы все члены тел человеческих превратились в языки, чтобы укорять нас, я убежден, что и тогда не смогли бы они вполне выразить наше бесчестие. Всякий укоритель, часть только некую укоряет, всего же знать он не может. Если Иов говорит, «Исполнен есть бесчестие», а что полно, то не вмещает уже более ничего, что, скажем мы, бездна и сущий зол. Всяким грехом смирил нас дьявол, и мы должны быть благодарны тем, кои смиряют нас с уничижениями, ибо те, которые бывают благодарны за свое уничижение, стирают главу дьявола. Святые же отцы сказали, что если смирение изведено будет до ада, то оно вознесется до небес, и напротив, если гордость возвысится до небес, она не изведена будет до ада. Кто заставит уничиженного сплетать помыслы против кого-либо, или хоть похулить кого, или возложить вину на другого? Ибо что бы ни потерпел смиренный или не услышал, он берет от всего повод к тому, чтобы себя самого похулить и уничижить. Пресемблаженный Зосима припомнил, какаво Моисей, когда клирики выслали его из алтаря, говоря «Поди вон, Ефиоп!» Начал себя самого уничижать, говоря «Добре они с тобой поступили, чернокожие, не будучи человеком, не ходи в среду людей». Хорошо они сделали. Говорил так же. Что удобнее к исполнению того, что слышим от святого и деятельного наставника нашего Авы Амона, который говорит, внимай тщательно себе, чего ради вышел ты из мира и зачем ты здесь? И всячески старайся, когда кто скорбь какой причинит тебе, молчать и отнюдь ни одного слова не произносить, пока непрестанную молитвою не укротится сердце твое, и потом уже умоляй брата о прощении. Ибо кто любит истинный и прямой путь, тот, когда смутится, чем, всегда сильно укоряет и обличает самого себя, говоря, что беснуешься, душа моя, что метешься, как помешанная. Этим самым показывай, что ты больна, ибо если бы не была больна, то не страдала бы. Для чего же, оставя укорять саму себя, упрекаешь ты брата, который показал тебе болезнь твою? Делом и истинным научайся заповедям Христа Господа, который укоряем против неукоряше, стражда не прищаше. Слыши, что говорит он, и что делом показывает. Плещи моя вдох на раны и лоните на заушение, лица же моего не отвратих от студа заплеваний. Ты же, бедная душа, за малое похулини тебя и непочтение, за некое презрение и отвращение, осуждение и оклеветание сидишь, сплетая бесчисленные неприязненные помыслы, чем наветуешь сама на себя, как демоны. Что сам демон может сделать такой душе больше того, что она сама себе сделает? Крест Христов видим, о страданиях Его, какие претерпел Он ради нас, читаем каждый день, а сами ни одного оскорбления не перенесем. Поистине мы уклонились от правого пути. Еще сказал, если кто Мафусаиловы проживет лета и не будет шествовать тем прямым путем, каким шествовали все святые, говорю о пути обесчащивания и несправедливых уронов и мужественного их претерпевания, тот не преуспеет ни много ни мало и не обретет сокрытого в заповедях сокровища, а только напрасно потратит все лета жизни своей. При всем прибавил он. Когда был я у блаженной Дионисии, один брат просил о ней что-нибудь в благословении, и она дала ему что и сколько могла. Но как ему дано было не столько, сколько он ожидал, то он начал ее поносить и говорить на нее и на меня нелепые речи. Услышав это, она рассердилась и хотела отплатить ему чем-нибудь. Поняв это, я сказал ей, что это ты делаешь. Этим ты наветуешь сама на себя и отъемлешь всю добродетелю души своей, и что по достоинству терпишь ты такого, что Христос потерпел ради тебя. Знаю, госпожа, что ты рассорила все имущество свое, как сора, но если не взыщешь кротости, то будешь то же, что кузнец, который бьет кусок железа, а нужные вещи не выделывает. Послушай, что говорит Игнатий Богоносец, взыщи кротости, кое разрушается вся сила князя века сего. Признак того, что мир совершенно оставлен, есть не встревоживаться ни из-за чего. Бывает, что иной, презрев многие сокровища, пристращается к игле, и сие пристрастие причиняет ему смущение и тревоги. Тогда игла заступает у него место сокровищ. Вот как бывает иной рабом иглы, или куколя, или мантии, или книги, переставая уже быть рабом Божиим. Хорошо, сказал некто из мудрых, что сколько страстей в душе, столько и господ. И Господь говорит, иди же сокровище ваше, ту будет и сердце ваше. И апостол так же, им же, кто побежден, бывает, сему и работен есть. Выслушався, она посмотрела на меня с удивлением и сказала, да обретешь ты Бога, коего вожделеваешь. Говорил так же блаженный, душа желает спастись, но вожделевая благ суетных и об них заботис, бегает от трудов по делу спасения. Хотя поистине не заповеди тяжкие, а злые пожелания наши. Бывает же, что иной раз боясь утонуть в море или попасться в руки разбойников, все презираем и охотно бросаем вещи свои, когда видим, что спустя немного предлежит нам смерть. Но если для того, чтобы еще немного пожить на земле, мы все презираем и за счастье считаем, если все потеряв, спасем самих себя от разбойников ли или от моря, причем незадолго предсим, бесновавшиеся из-за овола, спешно бросают все, чтобы только сохранить привременную жизнь, то почему не держим мы такого расчета и относительно жизни вечной? Почему не силен у нас столько страх Божий, сколько силен страх моря, как сказал некто из святых? В подтверждении сего Ава рассказал следующий случай, слышанный им от неких. Некогда один торговец камнями сел на корабль с детьми своими, имея с собой множество драгоценных камней и маргаритов, которые надеялся выгодно продать в той стране, куда направлялся. Случилось ему посмотрению Божию особенно полюбить одного отрока, прислужившего ему на корабле, и он утешал его, и как и сам утешался им, и давал ему есть то же, что сам ел. В один день слышит отрок сей, как корабельщики шепчутся между собою, и прислушавшись узнает, что они порешили торговца того бросить в море из-за камней его драгоценных. Это очень его опечалило. Когда потом с лицем печальным пришел он к тому торговцу камнями, чтобы по обычаю послужить ему, тот спросил его, что ты нынче так печален? Ничего, ответил отрок, не смея сказать истину. Тот опять спросил, есть что-то у тебя, скажи мне по правде, что такое? Отрок зарыдал и сказал ему, так и так умыслили против тебя корабельщики. Точно так спросил купец? Да, ответил отрок, так они положили между собой. Тогда купец призвал детей своих и сказал, что не скажу вам, сделайте то, не упираясь. Потом, разослав полотно, сказал им, принесите сюда ящики, они принесли, и он начал выкладывать камни. Выложив же все, проговорил он, такова жизнь. Из-за этих вещей я подвергаюсь опасности быть брошенным в море и спустя немного умереть, ничего не взявши с собой. Затем приказал детям выброси все это в море, и они вместе со словом его тотчас выбросили все в море. Изумились корабельщики, и разорился умысел их злой. Кончив этот рассказ, блаженный Ава Зосима прибавил. Видите, куда вдруг устремился помысел его, как тотчас сделался он любомудрым и в словах, и в делах. И это для сохранения сей кратковременной жизни, и справедливо поступил, рассуждая, что если умрет, какая ему польза от камней сих. А мы и малой потери или лишения не хотим равнодушно перенесть заповедь ради Христовой. Но если уже не можем не печалиться, то следует печалиться о погибели, причинившего нам вред, а не о потере имущества. Ибо тот, о неправдывавший себя изверг из царствия, так как неправедницы царствия Божия не наследует. А тебе, о неправданном, доставил живот вечный, как говорит Господь таковым, «Радуйтесь и веселитесь, о яком сда ваше много на небесех». Мы же, оставя печаль о погибели члена Христова, сидим и сплетаем помыслы о вещах тленных и ничтожных, погибельных и ничего не стоящих. Поистине, достойны мы всякого наказания. Бог возвел нас в чин членов тела, имеющего главою Христа Бога нашего. Как сказал апостол, «Все члены тела мнозисущие едино суть тела. Глава же всех есть Христос». Почему, когда брат причиняет тебе скорбь, то это подобно тому, как страждущая рука или болящий глаз заставляет страдать другой член? Ведь руки мы не оттекаем и не отбрасываем, и глаза не выкалываем, когда они причиняют нам боль, почитая большим для себя вредом отъятие того или другого из сих членов, а напротив и крестные знамени, сию честнейшую печать Христову на них полагаем, и святых помолиться призываем, и свои прилежные о них приносим Богу молитвы, и вместе с ним приготовляем калории, глазные мази и пластыри, чтобы помощью их излечить болящий член. Итак, как молишься ты о глазе или о руке, чтобы они уврачевались и не причинили тебе боли и боли, так молись и о брате своем. Мы же, видя, как члены Христовы такой и терпят душевный вред, не только не скорбим о них, но даже молимся против них. Это поистине свойственно тем, кои не имеют милосердного сердца. Говорил еще блаженный, стяжавший у трубы щедрот любовь и сострадание, прежде себя самого радует и пользует, а потом и ближнего, как напротив, злость ранит и уязвляет прежде того, кто имеет ее. Хотя и кажется, что он вред причиняет ближнему в имении или в чести или в самом даже теле, но в самом деле он себя самого лишает живота вечно. К всему приложил Ава изречение, что не вредно для души, то не вредно и для человека. Еще говорил он, некто сказал мне, Ава, слишком много того, что заповедано нам, и помрачается ум, когда станешь рассматривать, что соблюдаешь и чего не соблюдаешь. Я ответил ему, это пусть не смущает тебя. Но вот что содержи в мысли, что если будешь непристрастен к вещам, то удобно исполнишь всякую добродетель. Не ссорись из-за них, ты не будешь злопамятствовать. И тогда какой труд будет для тебя помолиться за врагов? То же, что копать землю? Но иди путем терпения, переноси благодушно неправые потери в имуществе, благодари за обещащение, и вот ты уже ученик святых апостолов, которые, возвращаясь из судилища после побоев, радовались, что сподобились за имя Христова бесчестие принять. Но они, как чистые и святые, за имя Христова прияли бесчестие. Мы же должны подвергаться бесчестию за грехи свои. Мы бесчестны, хотя бы никто не бесчестил нас, и прокляты, ибо прокляты, говорит пророк, уклоняющийся от заповедей Твоих. Не всем принадлежит терпеть бесчестие за имя Христово. Не всем, но только святым и чистым, как я сказал. Дело же подобных нам людей есть с благодарностью принимать бесчестие, исповедуя, что справедливо терпим за худые дела наши. Окаянна та душа, которая, зная свои нечистые дела и видя, что достойно терпит то, что терпит, сидит, и, обманывая совесть свою, сплетает помыслы, говоря, он мне то и то сказал, бесчестил меня и поносил, наветуя сама на себя и сама заменяя для себя место демонов. Ибо что бывает у художников, то же случается и с душою. Как там главный мастер, преподав искусство ученику, оставляет его потом работать самого по себе и не имеет более нужды сидеть подле него, только по временам подсматривает за ним, не разленился ли или не испортил ли дело, так и демоны, если увидят душу покорные и легко принимающие злые помыслы, предают ее сему сатанинскому искусству и не считают уже нужным сидеть подле нее, в уверенности, что ее самой одной достаточно к навету против себя, только по временам приходит посмотреть, не разленилась ли она. Говорил также Ава, что удобнее, как любить всех, и что приятнее, как быть любимому всеми, и какого утешения не имеют заповеди Христовы. Но произволение не устремляется к исполнению их, ибо если бы устремлялось, то при помощи благодати Божией все было бы для нас легко. Малое влечение воли нашей на добро привлекает Бога на помощь, как я часто говорил, и как говорит Божественный Антоний, для добродетели нужно только наше желание и опыт, не нужно нам отправляться вдаль для стяжания Царствия Небесного, не приходить моря для добродетели. Какое покаяние вкушает кроткий и смиренный? Поистине кроткие наследят землю и насладятся во множестве мира. Сказывал еще блаженный, шли мы однажды я, один брат и из мирян несколько по неапольской дороге в Самарии и пришли на то место, где была таможня. Миряне, знавшие, что по обычаю тут требовалось, отдали пошлину, ничего не говоря, но брат, бывший со мною, начал противоречить, говоря им, смеете вы требовать с монахов? Услышав это, я сказал ему, что ты делаешь, брат? Ты не другое, что говоришь ему, как хотя и нехотя, чти меня, как святого. Другое дело, если бы он сам, видя твою добрую волю и смирение, устыдился и сказал, прости, я не возьму. Итак, ты поступил не как ученик кроткого и смиренного. Отдай, что должно и проходи далее с миром. В другой раз, когда я был во Святом Граде, пришел ко мне некто из христолюбцев и говорил, возымели мы, я и брат мой, небольшое друг на друга неудовольствие, и брат не хочет примириться со мной. Умилостивись, поговори с ним. Я с радостью согласился на то и, призвав брата того, говорил ему, что может склонить к любви и к миру. Он, казалось, убедился, но потом говорит мне, нет, не могу помириться с ним, потому что крестом поклялся не мириться. Тогда, улыбнувшись, я сказал ему, клятва твоя имеет такой смысл. Клянусь честным крестом твоим, что не буду соблюдать заповеди твои, но буду творить волю врага твоего дьявола. Ведай же, что не только не обязаны мы стоять в своем слове сделать какое-либо злое дело, но пачи должны каяться и сокрушаться о том, что положили сами с собой поступить так, как говорил богоносный Василий. Если бы Ирод опомнился и не исполнил клятвы своей, то не впал бы в великий грех обезглавлене предтечи Христова. Наконец, я привел ему сказание Святого Евангелия о том, как, когда Господь хотел умыть ноги Святого Петра, сей последней средивостью, свойственную клянущимся, говорил, не умыешьи, а потом не только согласился на это, но и вожелал большего. Говорил опять блаженный. Спросили меня, как следует обуздывать гнев, и я сказал в ответ, начало обуздывания гнева есть не говорить, пока продолжается гневное раздражение. Пример сему видим на Айве Моисея, который, когда отцы, желая испытать его, говорили в собрании между собою, зачем этот Эфиоп ходит в наше собрание, слыша то, молчал. И когда после собрания некоторые спросили его, смутился ли он, отвечал, смятокся и не глаголах. Но так было вначале. Когда же потом усовершился он и был посвящен водьяконы, то не только молчал, но и не смущался. Вот что было. Архиепископ, желая испытать его, сказал клирикам, когда войдет Ава Моисей в алтарь, вышлите его вон, и, идя за ним, послушайте, что он будет говорить. Когда пришел он в алтарь, клирики сказали ему, поди вон, чернокожий эфиоп. И он вышел, говоря себе, хорошо поступили с тобой, не будучи человеком, зачем ходишь в собрании людей. теперь уже он не только промолчал на смеяние, но и не смутился, и не только не смутился, но еще и укорил сам себя. Смущаться и не говорить свойственно несовершенным и новоначальным, а даже и не смущаться есть дело совершенных, как говорит пророк, уготовився и не смутихся. И это есть великая добродетель. Мы же большую частью оказываемся стоящими ниже самых новоначальных, когда не стараемся одолеть себя и заставить себя молчать, когда зародится гнев, думая по великому неродению своему, что добродетель сия высока и недоступна для нас. Даже желание не показываем, чтобы положить начало сему над собой труду, и тем привлечь благодать Божию в помощь себе, или, если по-видимому и показываем желание, но вялое, не твердое и недостойное того, чтобы получить от Бога какое-либо благо. К всему присовокупил блаженный. Дело жизни нашей идет так. Привносит кто-либо в дело от себя труд произволения и получает, что потребно для него от благодати. Как земледелец пусть и немного посеет, но если Бог благословит труд его, приобретает много, как написано об Исааке, сея Исаак в земли той и приобретев то лето стократный плод ячменя, благослови же его Господь. Так если благословит Господь и труд произволения нашего, мы станем все творить без труда, непринужденно и со сладостью, и от всего получать пользу. Молитва с самопринуждением и терпением рождает молитву легкую, чистую и сладостную. И та с самопринуждением бывающая есть дело произволения, а это, совершаемое с усложжением, есть дело благодати. Не то же ли видимы в деле навыкновения искусством? Приступающий к искусству, пусть и с твердым желанием выучиться приступает, сначала работает с трудом, недобре слаживает одну часть с другою и часто портит, но не падает духом, а опять берется за дело. И хоть опять испортит, не покидает дело, показывая учителю твердость своего произволения. Если он упадет духом и покинет труд, то ничему не научивается. А если, несмотря на то, что часто портит, не покинет труда, но будет с терпением продолжать трудиться и работать, то, наконец, при содействии Божьим, навыкает искусство и начинает все изделия понемногу производить не в тягость, а с удовольствием и с таким успехом, что добываемого через сто бывает достаточно к полному его содержанию. Так и в деле духовной жизни решающий сотворить добродетели не должен думать, что тотчас преуспеет в них, потому что это невозможно, но пусть употребляет усилие. И хотя вначале дело его будет идти не совсем исправно, пусть не отступает от начатого, иначе не достигнет успеха, но пусть новые и новые употребляет усилия, подобно тому, как делает желающий научиться какому-либо искусству. Когда он таким образом будет с терпением трудиться, не теряя духа, Бог призрит на труд его произволение и подаст ему силу все творить без принуждения. И вот это именно и значит, сказанное Абвы и Моисеем сила для желающих стяжать добродетели заключается в том, чтобы не малодушествовать, когда случится пасть, но снова воспринимать ревность и труд о том же. Говорил еще, для всякой добродетели потребны и труд и время, и чтобы желать ее искренне, особенно же потребно для нее содействие Божие. Ибо если Бог не посодействует произволению нашему, в суе будет труд наш, так же, как и труд земледельца, обработавшего и засеявшего свои земли, если не одождит Бог на семя его. Содействие же Божие требует наших молитв и молений, ибо ими только привлекаем мы помощь Божию в заступлении нас. Если вознеродима молитвия, то как Бог призрит на труд наш? То же, если будем молиться, но лениво и рассеянно или скоро скучать за молитвою, ничего получить не сподобимся, как я всегда говорю вам, ибо Бог смотрит на наше произволение и, судя по Нему, подает дары. Не был ли прежде Ава Моисей начальником разбойников? Не наделал ли он тьмы преступлений, так что должен был укрываться от господина своего по причине злонравия своего? Но так как он мужественно и с таким теплым произволением приступил к делу, то знают все, в какую достиг меру, так что сопричислен был избранным Божиим, как говорит писатель жития его. Мы же, хотя в начале отречения показываем теплоту и усердие, но со временем по нерадению своему теряем ее, пристращаясь к вещам охлаждающим, пустым и ничего не стоящим взамен любви к Богу и ближним. И при том, если успеем что сделать доброе, приписываем то себе, как будто своими силами то сделали, а не от Бога прияли их. Тогда как истина говорит, что им иши его же неси приял, а щи же и приял и сей что хвалиши ся яку не прием. Говорил так же, не обеднел Господь Иисус и не обессилел, чтобы даровать и нам такие же блага, какими обогатил он святых патриархов, если бы видел, что мы во благо себе и славу его пользуемся тем, что уже даровал он нам. Но как видит, что мы по своей неустроенности во вред себе обращаем данные уже им нам невеликие и немногие дары, то как человеколюбивый и не вверяет нам больших, чтобы мы не погибли в конец. Если бы он видел, что мы во благо себе обращаем немногие данные уже, то, конечно, не был бы бессилен даровать нам и большее, как я сказал впереди. Бог, как я всегда говорю, будучи благ, дал нам свободу и возможность от всего получать пользу, но мы через пристрастие и злоупотребление губим дары Божии и лишаем себя их, когда дарованное уже нам благо по своему злоумию и злонравию обращаем во вред себе. Часто говорил так же блаженный, никто не может причинить вред верной душе, но все, что не постраждет она, вменится ей во благо. Работник, хотя и отягчен бывает трудом, но благодушно продолжает трудиться в уверенности, что после труда получит музду, а неверный, встречая, что тягостное, мучится, как в аду по причине неверия своего. Верный и при всех тягостностях своих, пребывающий верным, и с уверенностью чающего сдаяния и затерпения свое, великое из того почерпает утешение, а неверный, не имеющий веры получить чего от Господа, какое может иметь утешение, сидит и тлеет в помыслах, хотя малое встретит что скорбное, разглагольствуя в себе. Он мне сказал, но и я имею нечто сказать ему, злопамятствует и замышляет вещи невозможные, которых он совсем бессилен произвести в дело, ибо не все, что замышляют люди, могут уже и сделать? Нет, но только то, что попускается им от Бога, и это, ими же один Он весь судьбами. Часто помышляет иной сделать зло другому, но если не попускает сего Бог, тщетны бывают усилия его, и только испытывается через то произволение человеческое. Сколько замышляли сделать зло святым патриархам, но как не попустил сего Бог, то никто никакого не смог сделать им вреда, как написано, «Не устави человека обидите их, и обличи о них цари, не прикасайтесь с помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте». Когда же Бог восхощет показать преизбыточество силы своей, тогда сердца даже самых немилостивых подвигает на милость, как написано в книге Даниила, «И в даде Бога Даниила в милость и щедроты пред старейшиною Евнухов». Блаженна душа, через жаждане Бога, истинно уготовившая себя к приятию даров его, потому что он ни в чем не оставляет такой души, но во всем покровительствует ей, даже и в том, о чем она поневеденье не просит его. «Хорошо», сказал премудрый, «муж мудрый пребывает под кровом Бога». Сколько раз Саул покушался умертвить блаженного Давида, что не делал, как не ухитрялся, но как Давида покрывал Господь, то всякий умысел Саула оставался тщетным, и не только это, но и сам он часто был предаваем в руки святого, который, однако же, щадил его, не имея против него ожесточенной и мстительной злобы. Однажды спросили Аву, «Как достигнуть того, чтобы не гневаться, когда уничижают и злослоют другие?» Он ответил, «Кто в сердце своем имеет себя ничтожнейшим, тот никаким уничижением не возмущается, как сказал Ава Пимен, «Если уничижишь себя, будешь иметь покой». Сказывал еще Ава, «Один брат, из числа живших со мною и схему от меня получивших, которого я старался обучить всякой добродетели, к которому снисходил иногда по причине немощи его, так как он был нежного сложения, сказал мне в один день, «Ава, мой, я сильно люблю тебя». Я ответил ему, «Я еще не встречал человека, который бы любил меня так, как я его люблю. Вот ныне ты говоришь, что любишь меня, и я верю тому, но если случится тебе, что неприятное от меня, ты не останешься таким же. Я же, чтобы не потерпел от тебя, всегда останусь одинаково расположен к тебе, и ничто не может отторгнуть меня от любви к тебе». Прошло немного после того времени, и он, не знаю, с чего с ним случилось, начал говорить на меня многое, даже досрамных вещей, и я все то слышал. Тогда я сказал в себе, он прижигатель Иисусов, и послан вылечить тщеславную душу мою. От таковых внимающий себе может снова приобресть то, что теряет через ублажающих его. Он истинный мой благодетель, и я всегда поминал его, как врача и благодетеля своего. Тем же, которые извещали меня о его речах, говорил, он узнал только явные мои худости, и то не все, а часть некую. Сокровенные же мои недостатки бесчисленны. По времени повстречался он со мной в Кесарии Палестинской, приходит и по обычаю обнимает и целует меня, и я его, так как бы между нами ничего не было. После таких наговоров он так обнимал меня, встретясь со мною, без сомнения, потому что я не показывал ему никакого подозрения и малого вида оскорбления, хотя все слышал. Но он сам пал мне в ноги и обняв их сказал, прости мне, отчимы, ради Господа, что я так много говорил на тебя нехорошего. Я же, облобызав его, ласково сказал ему, помнит ли твое боголюбие, как когда ты сказал мне сильно люблю тебя, и я ответил тебе, что еще не встречал человека, который бы любил меня так, как я люблю его, и что если случится тебе, что неприятное, ты не останешься таким же, я же, чтобы ты не сделал, всегда буду к тебе одинаков, и ничего не может отторгнуть меня от любви к тебе. Да удостоверится же сердце твое, что ничто не утаилось от меня из того, что говорил ты, ну и где, и кому все слышал, и никогда не сказал, что это не так, и никто не смог склонить меня сказать что-нибудь худое, но я говорил еще, что говорит он, говорит истинно и говорит из любви, и считая тебя своим, никогда не пропускал я поминать тебя в молитвах моих, и чтобы дать тебе еще большее свидетельство любви моей к тебе, открою тебе, что когда некогда сильно заболел глаз мой, и я, вспомнив о тебе, положил крести, ради молитв его, исцели меня, и я исцелился тотчас. Часто говорил еще блаженный, не знаем мы, люди, как сделать, чтобы нас любили и почитали, но потеряли всякий смысл. Если мало потерпит кто на брате своем, когда он гневается или скорбит на него, то он скоро придет в себя и, узнав, как тот потерпел на нем, самую душу свою положить за него. Присем однажды припомнил блаженное некоим брате, рассказавшим ему, что он имел аву весьма кроткого, которого за великую его добродетель и чудеса им творимая вся страна почитала как ангела Божия. В один день брат сей движим и врагом, подошел к нему и начал до последней меры злословить его при всех. Старец спокойно стоял при всем, смотря на уста его, и потом сказал, благодать Божия во устах твоих, братья мой. Он же, еще больше вознеистов стояв, закричал, знаю я, ты это говоришь, бессмысленный и чревонеистовый старик, для того, чтобы показать себя кротким. Старец сказал на это истинно так, братья мои, то, что ты говоришь справедливо. После сего некто спросил старца, неужели ты не смутился, старец Божий? Нет, ответил он, но чувствовал в душе моей, что она была как бы покрываема Христом. К всему блаженный присовокупил, поистине должен благодарить таковых и почитать их, если кто страстен врачами, врачующими раны души его, а кто бесстрастен благодетелями, доставляющими ему Царство Небесное. Сказывал еще блаженный, когда был я еще в Тирском монастыре, прежде перехода моего оттуда, пришел к нам один славный добродетель и старец. Когда стали мы читать книгу достопамятных сказаний и премудрых поучений святых старцев, ибо блаженный любил их прочитывать и как бы дышал ими и почерпал из них научение всякой добродетели и дошли до сказаний о том старце, который, когда пришли к нему разбойники и сказали, что они положили взять все, что есть в келье его, спокойно ответил им возьмите, дети, все, что вам покажется, и когда они все забрали и ушли, оставя одну сумку, он, взяв ее, погнался за ними, крича, дети, возьмите от меня, что забыли, вы в келье нашей, они же, пораженные незлобием старца, возвратили ему все в келье его, в раскаянии, говоря друг другу истинно, это человек Божий, как только прочитали мы это, говорит мне старец, знаешь, шава мой, это сказание мне принесло большую пользу, говорю ему как-то о коче, он ответил, некогда во время пребывания моего в местах прилежащих Иордану, прочитав это, подивился я старцу и сказал, Господи, сподоби меня и по стопам тех шествовать, которых образ, схему принять сподобил ты меня, так это желание и удержалось у меня, и вот спустя два дня подошли разбойники и постучали в дверь, я тотчас узнал, что это разбойники и сказал в себе благодарение Богу, все время показать плод желания моего, потом, отворив дверь, принял их радушно и зажегший светильник начал показывать им вещи, говоря им, не метитесь, как верую Господу, ничего не сокрой от вас, они говорят мне, есть ли у тебя злато, есть, ответил я, вот три монеты и открыл пред ними сосуд, они взяли и пошли с миром, я же, сказал с улыбкой блаженный и спросил его, а возвратились ли они к тебе, как те к тому старцу, не дай Бог, тотчас ответил он, у меня и помышлений не было, чтобы возвратились, к сему приложил блаженный, вот какова была ревность старца, и вот что доставило ему готовность подражать святым, то, что не только не скорбел, но еще радовался, как сподобившийся особенного некоего блага. Как беседуя с вами предим, сказал блаженный, я помянул, что если мы мало потерпим брату нашему гневающемуся, приобретем душу его, то теперь хочу рассказать вам на сие, что слышал от блаженного Сергия игумена педиатского. Он сказывал мне, некогда были мы в дороге с одним святым старцем и заблудились. Не зная куда идти, попали мы на засеянное поле и потоптали немного зелени. Увидев это, земледелец, случившийся тогда там на работе, начал крепко бронить нас, крича с гневом, вы, монахи, боитесь вы, Бога. Если бы вы имели страх Божий пред очами своими, не сделали бы этого. Старец тот святый тот сказал нам, Господа ради, никто не говори. К земледельцу же кротко обратился с такой речью, правду ты говоришь, чадо, что если бы мы имели страх Божий, то не сделали бы этого. Тот опять забронился с гневом. Старец снова сказал ему, правду говоришь, что если бы были монахи, то не сделали бы этого, но, Господа ради, прости нам, и винимся, что погрешили против тебя. Это так поразило земледельца, что он подошедший бросился в ноги старцу и сказал, прости меня ради Господа, отче, и возьми меня с собою. И действительно он пошел за нами, сказал блаженный Сергий, и пришедший в обитель принял схему. Вот что прибавил Аввазосима кротость и доброта святого старца могли сделать с Божьей помощью, созданную по образу Божией душу, которая вожделена Богу паче, нежели тьмы миров с богатствами их. Говорил еще Аввазосима, однажды, когда я был у блаженного Сергия, он сказал мне, почитай нам что-нибудь из Писания, я начал читать притчи, и когда дошел до того места, где говорится «Во мнозих деревьях растет огонь, а еде же нестер изгневляюще умолкает свар», спросил его, что значит это изречение. Он сказал мне в ответ, как дерева суть материальная причина пламени огненного, и если их недостаточно будет, огонь скоро угасает, так есть свои причины и страстей, и если причины, страсти остаются бездейственными. Именно причины блуда, как сказал Ава Моисей, суть есть и пить невоздержно, спать вдоль, сидеть без дела, забавляться, прознасловить и любить наряжаться. Если кто отсечет все это, страсть блуда будет бессильна. Опять причины гнева, как он же сказал, суть давать и брать, хлопотливые сделки иметь, творить волю свою, любить учительство, почитать себя разумным. Кто отечет это, у того страсть гнева не будет иметь силы, так и относительно всех страстей. И это-то значит слова Ава Сесоя, какие сказал он, когда брат спросил его, почему страсти не отступают от меня, он сказал ему в ответ так, потому что сосуды их, то есть причины, суть внутри тебя, отдай им залог их, и они отойдут. В другой раз говорил, двоих гневен, в ком не умолкает брань, есть тот, кто недовольствуется первым раздражением, но сам еще разжигает себя ко второму гневу. Кто, воспламенившись гневом, тотчас придет в себя и, сознав вину свою и спросит прощения у брата, на которого рассердился, тот не называется двоегневным. В нем утихает брань, потому что, как только он, сознав вину свою, помирится с братом, брань не имеет уже в нем места. Но кто, разгневавшись, не сознается в вине своей, но еще более раздражает себя на гнев и жалеет не о том, что разгневался, а что не наговорил еще больше того, что сказал в раздражении своем, этот называется двоегневным. И в нем брань не утихает, потому что после гнева берут его в свою власть зла памятства, неприязнь и злоба. Господь Иисус Христос да избавит нас от части таковых и да сподобит части кротких и смиренных. Часто говорил он так же, что великое внимание и немалая мудрость потребны против злокозненности дьявола, ибо бывает, что он иногда из-за ничего возбуждает тревоги и неудовольствия, внушая и благословные к тому предлоги, чтобы казалось, что гневаться в предлежащем случае справедливо и есть основательная причина. Но что бы ни внушал он, доведает желающий воистине шествовать путем святых монах, что никакое раздражение, как бы оно ни казалось правым, не должно им быть допускаемо. Как говорит Макарий, монахам не следует гневаться, и еще не следует причинять скорбь ближнему. При этом он рассказал нам следующее. Некогда заказал я писать для себя некоторые книги одному искусному писцу. Кончив писать, он прислал мне сказать, что все кончил я. Пришли, что рассудится, тебе и возьми. Один брат, услышав о сем, пришел к тому писцу от моего имени и, дав известную плату, взял книги. Между тем и я, не зная случившимся, послал нашего брата с письмом и платой взять их. Писец, узнав из этого, что осмеян взявшим книги братом, сильно раздражился и сказал, пойду непременно и досажду ему и за то, что насмеялся надо мною, и за то, что взял не свое. Я же, услышав о сем, послал ему сказать, ведомо, конечно, тебе, братья мои, что мы затем приобретаем книги, чтобы научиться из них любви, смирению, кротости. Если же самое начало приобретения книг ведет к ссорам, то и не хочу иметь их, чтобы не ссориться, ибо рабу Божию не подобает свариться. Таким образом, отказавшись от книг, я сделал, что брату тому не причинено было преднамеренное досаждение. Однажды, сидя с нами и беседуя о душеспасительных вещах, блаженный начал приводить изречение святых старцев и дошедший до изречения, сказанного Аввы Пименом, что осуждающий себя находит покой всюду, и до того, которое сказал Аввы Нитрийской горы на вопрос, что более всего обрел ты, отче, на пути, сем, обвинять и укорять себя самого всегда, ответил он, причем вопрошавши прибавил, и нет другого пути, кроме сего. Сие изречение, припомнив, сказал блаженный, «Какую силу имеют слова святых? И поистине, что не говорили они говорили от опыта и истины, как свидетельствует божественный Антоний? Оттого слова их и сильны, что изречены деятелями, как и всем делать заповедует некто из мудрых слова твои, да подтверждает жизнь твоя?» Присем Ава рассказал нам следующий случай, когда еще немного времени пребывал в лавре Авы Герасима, сидели мы однажды с возлюбленным мне братом и беседовали о душеспасительных вещах. Я припомнил вышесказанные слова Авы Пимена и того другого старца Нитрийского, и брат сказал мне Присем, «Я опытом узнал истину сих слов и вкусил покоя, доставляемого исполнением их. Жил я в искренней дружбе с одним диаконом Лавры сей, не знаю, отчего возымел на меня подозрение в одном деле, оскорбился тем и стал смотреть на меня мрачно. Заметив эту мрачность, я просил объяснить мне причину того, и он мне сказал, «Ты сделал такое и такое дело». Не сознавая за собой такого дела, я начал удостоверять его в своей невиновности, но он сказал на это, «Прости, не удостоверяюсь». Удаляя свою келью, я начал испытывать сердце свое, сделанное ли мною когда-либо такое дело, и не находил. Когда после того случилось, что он, взяв потир, подавал, я побожился ему на нем, что не помню, чтобы делал то дело, но он и тут не удостоверился ее этим. Тогда, снова вошедший в себя, вспомнил я о сих словах старцев, и в полной вере во истину их обратил помысел свой на себя и сказал, «Дьякон искренне любит меня и всей любовью движимый открыл мне, что имеет сердце его на меня, чтобы я трезвенно блюл себя, как бы не сделать того». Впрочем, бедная моя душа, как говоришь ты, что не сделала дело того? Тысячи худых дел надела на тобою, и ты забыла о них. Где то, что сделано тобою вчера, или за десять дней назад? Помнишь ли о том? Итак, не сделала ли ты и этого, как сделала то, и забыла, как забыла прежнее? Таким образом, я положил в сердце своем, что я истинно сделал это, но как забыл прежнее, так забыл и это. И начал я благодарить Господа и дьякона, что через него сподобил меня Господь познать грех свой и покаяться в нем. Потом встал и в таких помышлениях пошел к брату сознаться пред дьяконом и поблагодарить его. Но лишь только постучал я в дверь, как он отворив ее, первый делает мне поклон, говоря, прости мне, я поруган бесами, заподозрив тебя в том деле. Ибо истинно удостоверил меня Бог, что ты не повинен в нем, и не допустил меня более уверять его, говоря, в этом нет нужды. Пересказав это, блаженный Зосима прибавил. Вот к чему искреннее смирение расположило сердце брата, возлюбившего его, что он не только не возмутился поступком диакона и не оскорбился на него, во-первых, за то, что тот заподозрил его, а во-вторых, за то, что не поверил его уверением в своей невинности, но еще принял на себя не сделанный грех, и не только это, но и возблагодарил диакона. «Видите, что творит добродетель сия, на какие степени преуспевания возводит любящих ее? Ибо если бы захотел брат, то тысячи поводов возымел бы к тому, чтобы сделаться через диакона демоном, но как он и стремился к добродетели, то не только не оскорбился на него, но еще поблагодарил его, так как добродетель объяло сердце его? Так если бы мы предварительно посевали в себе семена кротости и смирения и располагали к ним сердце свое, то враг не имел бы места сеять в нем злые семена свои. Но как он находит нас пустыми, без добрых помыслов, или даже более того, самих себя разжигающими на худое, то берет отсюда поводы наполнять нас своим злом. При любви же к добродетели бывает совершенно противной сему. Ибо тогда Господь, видя, как душа наша жаждет спастись и как усердно возделывает в себе добрые семена, ради сего благого произволения ее исполняет ее своими дарами. Однажды блаженный Ава, вспомнив о старце, которого окрадывал живший по соседству с ним брат, что он знает, то никогда не обличал этого брата, но еще более работал, говоря, может быть, нужду имеет брат, дивился благосердию святых и рассказал при этом следующий случай. Во время пребывания моего в педиаде вот что рассказывал мне один игумен. Близ обители нашей жил один старец, и был он при благой души. Живший по соседству с ним брат, однажды в отсутствии старца, по вражескому искушению, отворив келью его, вошел внутрь и забрал себе вещи его и книги. Когда старец по возвращении отворив келью не нашел своих вещей, то пошел к тому брату сказать ему осем, но вошедший в его келью увидел вещи свои посреди ее, потому что брат не успел еще прибрать их. Не желая, однако, аж пристыдить брата и обличить его, показал вид, будто схватил его живот и вышел вон, где пробыл довольно времени, как бы для нужды, чтобы брат между тем успел убрать вещи. Возвратясь же к нему после сего, начал говорить о другом и не обличил брата. Через несколько дней узнаны были у него вещи старцевы, и его взяли и посадили под стражу. Старец ничего о том не знал, но, услышав, что брат в темнице и, не зная, за что он в темнице, пришел ко мне, говорит игумен, ибо он учищал к нам и просил, сделай, милость, дай мне несколько яиц и немного чистых хлебцев. Я говорю ему, верно, у тебя ныне есть кто? Да, ответил старец. Взял же он это для того, чтобы пойти в темницу и утешить брата. Лишь только вошел он в темницу, как брат падает ему в ноги и говорит, за тебя я здесь, Ава, потому что это я украл твои вещи, но книга твоя у того-то, одежда же у того-то. Старец говорит ему, да удостоверится сердце твое, сын мой, что я не ради того пришел сюда. Я даже не знал, что ты здесь за меня, но, услышав, что ты здесь и опечалился и пришел утешить тебя, вот смотри, яйца и чистые хлебцы, теперь же пойду и сделаю все, пока извлеку тебя отсюда. Пошел и попросил некоторых из начальственных лиц, кои знали его ради добродетели его, и они послали выпустить брата из темницы. Рассказывали еще о том же старце, что однажды пошел он на рынок купить себе одежду. Купил и отдал одну злотицу. Оставалось ему доплатить еще несколько мелкими монетами, он взял одежду, положил под себя и стал отсчитывать мелочь на дощечку. Тут кто-то подошел и попробовал вытащить из-под него одежду. Ощутив это, старец понял, что это значило, и, жалея о трудящемся, стал понемногу приподниматься, как бы подтягиваясь монетой, пока тот вытащил одежду и ушел. И старец не обличил его. После сего блаженный Зосима сказал, чего стоила эта одежда его или те украденные в него вещи? Но сколь высокоценно произволение его! Он показал, что, имея их, он был таков, как бы ничего не имел. Когда их похищали, он оставался таким же, не скорбя о том и не раздражаясь за то, ибо, как я всегда говорю, не то вредит, чтобы иметь, но иметь с пристрастием. Старец сей хотя бы весь мир имел, был бы таков, как бы ничего не имел, ибо тем, что он сделал, показал, что свободен от всего. Восподвизаемся же, братья и мы, подражать примерам святых отцев и ревностно исполнять словеса их, чтобы, исполняя здесь плодов благих, сподобиться и вечных благ. Во Христе Иисусе Господе нашим, коему слава и держава, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok